То ли квартира, то ли столярный цех. В редакцию телевизионной службы новостей обратились жители одной из многоэтажек в Свердловском районе. По их словам, уже долгое время в их доме ведутся шумные работы. Неугомонный сосед несколько лет что-то пилит, сверлит и колотит, тем самым мешая жизни остальных. Люди думают, что жилое помещение давно превратилось в столярный цех. Сточит, конечно, бесконечно и много лет, и достал до ужаса. Стук, сверление, звуки электролобзика. По словам жителей многоэтажки на фонтанной 14, не дают им покоя уже 5 лет. Все началось, когда в одну из квартир въехали новые жильцы и начали ремонт. Против ремонта мы ничего, мы молчали. Делал ремонт. 5 лет. И до сих пор он долбит, стучит. И в этот раз, 29-го, я слышу, на площадке что-то как будто железо режут. Думаю, что такое. Поднялась, осмотрю, они там где-то выпиливают. Соседи, по словам Любови Харисовой, выпиливали элементы мебели. Женщину такой домашний столярный цех возмутил. Она выразила свое недовольство, но конструктивного диалога не получилось. Дело дошло до рукоприкладства. Я работала на кухне, делала обед, а он, наверное, целый час долбился прямо вот в этом большом коридоре. А вы представляете, какой звук, если там пилят в этом коридоре? У меня такое ощущение, что у меня в комнате пилят. Потом я услышала шум, крики вот женщины вот этой Любы с третьего этажа. И поняла, что они там ругаются. Он, значит, подошел ко мне, вот этой деревяшкой, вот так вот, к лицу, вот так вот. Фу, мне в лицо пыль эту. А потом взял и плюнул на меня. Схватились, и он меня стал избивать. У меня губы были разбиты, вот до сих пор еще видно. Так, и тут синяки на теле. В день нашей съемки никаких столярных работ в подъезде не проводилось. У квартиры, где предположительно делают мебель, лишь лежали молдинги. Нам удалось связаться с хозяйкой жилого помещения. Она дала лаконичный комментарий. То, что они говорят, неверно. Столярный цех я не открывала. Однако соседи уверены, муж хозяйки квартиры занимается именно изготовлением мебели на дому. У него похоже, ну как похоже, ну точно. У него это работа. Он делает на дому кровати детские всякие. То есть красит на площадке, там даже видно следы, покраски, пятна. Ситуацию нам прокомментировали юристы. По их словам, изготовление и сборка мебели на дому незаконно. Если собственник этим занимается, он использует жилое помещение не по назначению. Подобные действия, то есть использование жилого помещения не по назначению, является основанием либо для выселения гражданина, если он занимает жилое помещение по договору социального найма, либо для прекращения права собственности данного гражданина на данное жилое помещение. Соседям мебельщика юристы советуют обратиться в районную администрацию, чтобы та направила в его адрес предупреждение. Если оно не возымеет действия, составить иск в суд. Татьяна Овсянникова, Александр Ходюков, Телевизионная служба новостей.